Я являюсь создателем и главным редактором журнала «Чтение детям». Это электронный журнал. Также организую онлайн-конференцию по детскому и подростковому чтению. Возможно, кто-то из вас знаком с нашими мероприятиями. В этом случае я передаю вам горячий привет. Если пока еще нет, присоединяйтесь, будем вам очень-очень рады. Также с этого года мы достаточно активно сотрудничаем с системой аналитик чтения и почему, собственно, возник такой интерес, тоже я вам расскажу. То есть мы с вами познакомимся и с системой аналитик чтения, как я анонсировала, а также поговорим о том, что вообще нужно делать, чтобы ребенок лучше читал. Поехали. Почему мы обратили внимание, мы – это редакция нашего журнала, именно на систему аналитик чтения? Потому что это такой своеобразный программный комплекс, который основан на инновационной разработке и автоматической оценке именно доступности текстов в зависимости от уровня читательской компетенции. Я уверена, что со мной вы согласитесь, что это очень важно – определение изначального уровня читательской компетенции, исходя ребенка читателя, и уже исходя из точки 0, так как говорят, затем уже прийти к точке 1, то есть к тому желаемому результату, к которому мы с вами хотим прийти. И вот для того, чтобы адекватно определить эту стартовую точку, как раз и нужен данный программный комплекс. Я сейчас брошу ссылочку в чат, чтобы было проще нам с вами взаимодействовать. Возможно, у вас будет возможность по ней перейти и посмотреть как раз тот сайт, про который я говорю. Так вот, в принципе, зачем нужна эта система? Ну, во-первых, это большая помощь учителям, как младшей, так и средней школы, ну и, конечно же, родителям в определении навыков чтения. Сейчас в аналитике чтения подготовлена программа и методика по именно младшей школе, но заложены уже разработки методические и для средней школы, поэтому очень ждем, с удовольствием тоже будем ими пользоваться. Вторая причина, по которой можно и нужно пользоваться этой системой, это совершенствование читательских компетентностей детей. Ну и, конечно же, это подбор текстов, одной из самых моих любимых, подбор текстов в соответствии с возрастом и с интересами ребенка. То есть, именно через эту систему мы уходим от традиционного деления доступности по классам, да, когда текст мы делим по классам, в зависимости от того, где у нас находится ребенок, в каком классе, мы предлагаем тот или иной текст. В аналитике чтения все по-другому, то есть вы выбираете уже текст, адаптируете его под ребенка. Ну и, конечно, ни для кого не секрет, да, что в одном и том же классе дети по-разному совершенно читают, да, и вообще, в принципе, не то чтобы способность читать, да, а читательские компетенции зависят и могут меняться вообще, в принципе, в течение года. И как раз с помощью аналитика чтения можно такие изменения отслеживать. Для тех, кто является авторами книг, учебников, вот эта система, она тоже хороша тем, что вы можете, например, свои методические разработки через эту систему просмотреть, да, закачать туда, и аналитик чтения автоматически определит, к какому уровню относится ваш текст. То есть это очень здорово, когда вы, как преподаватель, например, или как родитель, готовите тексты для своего ребенка, для своего класса, как раз можете проанализировать, какой текст с какому уровнем соответствует. Вот. Что еще тут интересного в аналитике чтения? За что еще мы его очень любим? За то, что аналитик чтения – это еще и профориентация. Последние вот буквально несколько лет профориентация – это, знаете, золотая нить многих выступлений спикеров на образовательных конференциях, которые тоже часто с удовольствием посещают. Так вот, аналитик чтения как раз дает нам с вами эту саму профориентацию. Каким образом? Дело в том, что все тексты в этой системе разделены на две части. Это, естественно, научные и гуманитарные. И в соответствии со склонностью ребенка вы можете давать ему тексты либо из одной группы, либо из другой. Ну, или, соответственно, развивать, да, периодически давать тексты из гуманитарной категории, если ребенок прям совсем, естественно, учник. И наоборот, для того, чтобы разнообразить его чтение. Ну, и, конечно, когда вы видите склонность ребенка к тому или иному тексту, к типам текстов, вам проще уже определяться из дальнейшей траектории его обучения. Аналитик чтений – это не просто там какой-то коммерческий продукт. Сразу хочу сказать, что сейчас это полностью бесплатный продукт. Вы можете зарегистрироваться бесплатно, закачивать тексты бесплатно. То есть сейчас как раз тот период, когда очень хорошо в эту систему влиться. Зарегистрироваться и пользоваться в свое удовольствие всем классом. То есть там можно создавать педагогу свои группы, классы, делить на группы детей. И все это в режиме онлайн и очень-очень полезный класс. Так вот, это не просто коммерческая разработка, кто-то сейчас такой не является. Это еще и проект, который был одобрен фондом президентских грантов в свое время. И который подготовлен совместно с Русской ассоциацией чтения, ну а также с компанией Директ Медиа, на базе которых, собственно, и произошла эта разработка. Итак, что же получается мы получаем в итоге, когда пользуемся аналитиком чтения? Мы повышаем мотивацию чтения у детей и подростков за счет того, что мы подбираем тексты, которые им интересны. Тексты вы можете взять уже из готовой базы, но также, конечно же, мы всегда приглашаем методистов, педагогов, авторов, у которых есть прекрасные интересные тексты. Вы можете закачать собственные тексты и затем дать уже их детям. Конечно же, за счет того, что у ребенка развиваются навыки чтения, он лучше понимает предмет, то есть учебные тексты. Ну и, конечно же, здесь можно говорить и об индивидуализации учебного процесса, потому что вы можете управлять процессом чтения, подкидывая ребенку именно те тексты, которые сейчас ему интересны или нужны в изучении. Ну и как, естественно, следствие, это прогресс успехи в учебе в целом, потому что понимание текста – это ключ к успеху в обучении. Теперь я предлагаю пройтись по трем этапам вот этой системы аналитика чтения для того, чтобы лучше понимать, собственно, что это за система. Повторюсь, у нас в чате есть ссылка на… всем добрый день, кто к нам присоединяется. В чате есть ссылка на аналитик чтения, это сайт. Я сейчас еще раз его продублирую. Можно пройти, зарегистрироваться и попробовать самим. Итак, тесты для оценки компетентности чтения. Здесь есть система тестов, да, можно ее пройти, естественно, пройти самому, как педагогу, как родителю, оценить механику этих тестов. И в чате теста, собственно, у вас будет уже для каждого ребенка, для каждого ученика такая сводка, где будет написано и понимание текста, и скорость чтения, ну и так далее. Сейчас многие педагоги хотят уйти, не то чтобы хотят уйти, да, понимают, что скорость чтения – это, конечно, важная часть образовательного процесса, но помимо скорости чтения мы еще должны с вами обращать внимание на понимание текста, да, то есть на смысловое чтение. Поэтому аналитик чтения здесь позволяет вам вот эти два параметра подружить. То есть вы будете понимать и какая скорость чтения у ребенка, и будете понимать, насколько глубоко понимание именно текста смыслового чтения. Так, ну, конечно, результаты тестов можно сохранить, это все понятно, это как любая другая компьютерная система, вы можете потом анализировать по результату каждого ребенка. Дальше вы можете проверять тексты на сложность и читабельность, как я уже сказала, загружайте собственный текст, оценивайте сложность и соотносить его с теми же уровнями компетенции чтений, которые определяются в результате тестирования. Тесты тоже все открыты, пожалуйста, можно пройти по ссылке, посмотреть, как идет загрузка, все это у вас тоже будет. Ну, и как третий этап, это готова библиотека ранжированных текстов. Если по какой-то причине тексты вы пока не хотите загружать на всю начальную школу, есть с 1 по 4 класс, есть тексты, примеры текстов под разный уровень чтения, пожалуйста, пройдите, загрузите нужный и посмотрите, какой текст нужен именно для вашей группы. Теперь, что касается про читабельность текстов, да, что это такое и какие существуют уровни текстов. Возможно, эту информацию кто-то из вас знает, если знаете, то поставьте, пожалуйста, в чат плюсик. Если не знаете, то я быстренько по этому моменту пройдусь. Итак, читабельность текста, что мы с вами подразумеваем? Это его трудность или легкость относительно способности и возможности читателя нашего. Исходя из этого, все тексты можно разделить на простые или так называемые развивающиеся уровни чтения, на средние тексты, это соответствие развитому уровню чтения и, соответственно, сложные тексты, то есть это свободный уровень чтения. Далее мы с вами посмотрим про каждый уровень чтения более подробный. Начнем сначала, конечно, это развивающийся уровень чтения. Да, коллеги, сразу хочу сказать, что презентацию можно будет скачать в свободном доступе. Все это у вас будет. Как это сделать после завершения вебинара, вам подскажет Татьяна, наш прекрасный технический специалист, который сегодня сопровождает наш вебинар. Итак, первый уровень чтения. Чем он характеризуется? Ну, конечно, это чтение по слогам. В трудных местах детки читают по буквам данный текст. Есть много ошибок. Какие ошибки это? Ну, их называют по типу пропуска слогов, та и слов. Или, например, путаница букв, слогов. Также для данного уровня чтения характерна ориентация на пунктуацию, вернее, полное ее отсутствие. То есть ребенок читает текст ровно, безинтенционно, не выделяя никаким образом. Ну и, конечно же, понимание прочитанного. Нужно понимать, что здесь достаточно низкое, ну и, в принципе, имеет такой некий фрагментарный характер. Значит, тексты. Что можно сказать про тексты для такого уровня чтения, для начального? Здесь мы с вами будем говорить о текстах, которые содержат линейный сюжет. Есть один главный герой, например. Или, например, есть в этом тексте главная какая-то мысль основная, одна. Ну и достаточно маленькое количество второстепенных дополнительных идей, деталей и персонажей. Дальше. Если говорить о развитом уровне чтения, это второй уровень чтения, хочу вам напомнить. То здесь читается текст легко, целыми словами. Ну и, в принципе, он может сопровождаться, конечно, по слоговым чтениям отдельных слов. Но это слова такие, скорее, знаете, достаточно сложные для ребенка. Ну или нечасто встречающиеся. Дальше. Также данный уровень чтения характеризует неравномерность в скорости, ну и, соответственно, передача выразительности. Понятно, что если ребенок уже встречал такие слова в тексте ранее, то он будет стараться это выделять. Если слова новые, незнакомые, либо мало читаемые, мало встречающиеся в языке, в жизни ребенка, то будут соответствующие трудности. Ну и понимание текста вполне адекватное, не фрагментарное. Ну, может, иногда, если уж совсем много в тексте слов незнакомых, да, или устаревших, тогда, конечно, понимание будет фрагментарно. Какой здесь может быть текст предлагать для данного уровня чтения? Здесь повествование может иметь несколько сюжетных линий, то есть мы с вами уже усложняем. Можно взять сюда, положить в текст несколько идей, ну и количество так называемых второстепенных элементов уже может превышать единицу. Так, и последний, третий уровень чтения мы говорим о свободном уровне чтения. Это когда текст читается легко, с малым количеством ошибок, с пониманием. Для чтеца уже нет проблем в устаревших словах или многосложных. Ошибки, если случаются, конечно, не могут встречаться, то замечаются уже самим читателем и, собственно, исправляются. Интонация присутствует при чтении текста, выразительность повышается. Ну и, конечно же, мы здесь имеем дело с полным пониманием текста и с ответом на вопросы. Причем вопросы развернуты. Когда вы будете тестировать именно тесты, да, вот в аналитике чтения, вы там сможете обратить внимание, что по именно свободному уровню чтения можно найти уже вопросы к тексту. И как раз посмотрев на те вопросы, которые задаются к тексту, можно смоделировать и такие же вопросы для своих текстов. То есть, ну, понятно, да, что в зависимости от того, какой уровень чтения у ребенка, вопросы должны быть и соответствующие. Что касается текста для свободного уровня чтения, то здесь уже мы с вами имеем дело с сюжетом в тексте, нелинейным, с достаточно большим количеством персонажей, ну, сюжетных линий или идей. Дальше я хотела бы на скриншотах показать, как работает именно аналитик чтения. Если сейчас у вас нет возможности посмотреть, пройти на сайте, то можно пока посмотреть здесь. Итак, вот перед вами скрин, здесь написано оценка читательских компетенций, как проходит тестирование. Вот здесь вы видите два флажка, взрослые группы, 1-й, 4-й классы, 5-й, 7-й классы. 5-й, 7-й классы сейчас находятся в разработке, то есть для нас с вами доступны 1-й, 4-й классы. И вы выбираете текст, текст выбирается в зависимости от класса, но повторюсь, что это деление условное. То есть, когда вы тестируете ребенка, например, 1-й класс, вы можете посмотреть, да, здесь все хорошо, можно идти дальше, 2-й давайте и так далее. Этот текст можно распечатать, его можно скачать. Дальше вы видите, есть хронометр, да, сколько минут, секунд можно засекать, соответственно, время чтения. И есть еще анкета для понимания текста, ее можно скачать, тоже все совершенно свободно. Пожалуйста, здесь можно все это посмотреть. Тексты, повторюсь, самые разные, но в принципе основная идея это как раз профориентация для тех коллег, которые только-только к нам присоединяются. Здесь делается именно упор на интерес ребенка. Два типа текстов, это тексты естественно-научного цикла и тексты гуманитарные. Дальше пойдемте с вами, вот еще один скриншот текста для самостоятельного чтения, который можно предложить ребенку. Вы можете пойти не от текста класса, да, вы можете пойти от тематики, вы можете пойти от уровня чтения. Здесь как раз вы видите, у меня, я сделала скриншот с списка с уровнем чтения, здесь написано «Развивающийся, раз ты свободный». Выбирайте нужный вам текст, не текст, выбирайте нужный вам уровень чтения, и вам аналитик чтения подберет тексты, соответствующие уровню чтения. То есть можно пойти от текста, выбор, да, то есть посмотреть для какого класса, а можно пойти от уровня чтения. С моей точки зрения это очень-очень удобно. Вот, и как раз вы увидите название текста, объем, да, сколько слов в этом тексте, ну и так далее, тематика какая есть. Ну и этот текст, повторюсь, можно скачать, что тоже прекрасно. Теперь, что касается основных трудностей чтения, прежде чем к ним все-таки перейти, я хотела тоже такую небольшую информацию сказать, что, коллеги, если вдруг у вас возникнут вопросы, да, по именно аналитику чтения, так как сейчас чтение детям усиленно сотрудничает, скажем так, с этой системой, с этой программой, мы будем рады вашей обратной связи. Вы можете написать мне. Меня зовут Ольга Алексеева. Я чуть позже вам обязательно напишу в чат свой адрес электронной почты. Можно будет со мной связаться. Мы организуем, в принципе, вебинары и с педагогами, например, какой-то школы определенной, да, только с вашим коллективом, чтобы вместе, допустим, понять, как вам лучше устроить работу. То есть мы все это устраиваем. Пожалуйста, обращайтесь, самое главное, пишите. Если есть интерес, будем только рады. Теперь к основным трудностям чтения, которые могут возникать у наших юных читателей. Ну, конечно же, это количество абзацев, да, то есть когда ребенок видит, что текст большой, то могут возникнуть проблемы. С другой стороны, иногда текст не делится на абзацы, то есть все идет монолитом, и когда текст монолитный и малое разделение на абзацы, тоже может являться своеобразным препятствием для чтения. Конечно, это сложность предложения, да, имеется в виду предложения сложно сочиненные, с подчинением и так далее. Порядок слов в предложении. Я думаю, что здесь, если находятся учителя, словесники русского языка, они понимают, о чем идет речь. То есть когда в предложении есть слова типичного, да, склада, скажем так, для языка и нетипичного. Причастные и депричастные обороты, ну, что тоже понятно, да, количество разных терминов специальных, например, иностранные слова, устаревшие слова. Кстати говоря, с устаревшими словами тоже есть такие, не рекомендации, наверное, а из опыта, да, когда строят тексты для детей, иногда устаревшие слова тут же делают для них сноску, чтобы они прочитали, что это такое, да, когда встречается. Затем четкость формулировки основной мысли. Это очень у многих, ну, к сожалению, такая проблема. Для этого мы и хотим поднять уровень смыслового чтения. Качество связи между основными мыслями текста, да, чтобы, ну, то есть не всегда понятно, почему, каким образом, вернее, связаны два текста для ребенка. Использование подтекста и затекста. Это специальные понятия, которые тоже нужно, естественно, объяснять. И наличие, отсутствие авторского мнения. Мы говорим с вами сейчас эти трудности чтения не только для начальной школы, да, вы понимаете, но и для школьников в целом. Ну, возникает вопрос, конечно, собственно, что делать, чтобы ребенок лучше читал и понимал, да, о чем, собственно, идет речь. Ну, вот здесь есть у меня несколько таких рекомендаций, да. Я хотела бы, чтобы мы с вами сейчас их просмотрели. И если у вас есть какие-то комментарии, вопросы, пожалуйста, пишите их в чат. Ну, во-первых, что рекомендуется? Играть в нахождение в тексте определенные буквы. Это вообще любимая, мне кажется, игра многими учениками, что нужно делать. Мы предлагаем ребенку найти и зачеркнуть определенную букву, ну, там, например, А, О, Р, ну и так далее. При этом текст просматривается по строчкам, то есть он последовательно. Ну, и, собственно, так как он читает, так он и просматривает. Можно вот самый классный лайфхак – это устроить соревнования с родителями, да, там, кто быстрее, мама или там, Федя, там, кто быстрее, папа или там, Маша, ну и так далее. Ну, или можно между детьми, но лучше почему-то всегда заходит и тигр с родителями. Ну, как-то это повеселее бывает. Второй вариант – это читать только одну половину слова в тексте. Это тоже очень весело. То есть мы предлагаем ребенку поделить слова текста пополам и читать только одну из половины в слов. То есть, соответственно, вы понимаете, что это хохот, это веселье, и ребенок старается, ну, даже иногда на скорость так быстрее прочитать. Таким образом, можно дальше сначала первую половину текста читаем, потом можно сказать. Теперь давайте читаем только второй половину текста. Вот. Так. Сейчас Лидия пишет «Тормозит звук». Лидия, раз Татьяна, наш технический специалист, молчит, значит, видимо, от меня вещание идет все в порядке. Попробуйте, наверное, обновить, может быть, у себя как-то страничку или проверить интернет скорость. Надеюсь, что все будет хорошо. Идем дальше. Третья часть – это читать с разной скоростью текст. Опять-таки, это тоже очень веселое занятие, что у нас здесь происходит. Мы с вами читаем простой какой-нибудь текст-слог, так как там условно сломанный магнитофон или там плеер, то есть либо медленно-медленно, либо быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Ну и дальше вот мы можем придумать даже какой-то специальный сигнал для того, чтобы менять вот этот темп чтения. И тоже устроить такое соревнование или, может, по кругу всю семью увлекать, кто читает – мам, папа, дети. Дальше. Ну, конечно же, это читать слова наоборот. Здесь можно открыть много интересных всяких вещей. То есть мы предлагаем ребенку читать вслух, в тексте слова наоборот. Можно взять какой-то небольшой текст, можно открыть какую-нибудь детскую книжку. Но, как правило, достаточно 5-6 приложений, потому что потом уже идет все-таки утомляемость. Слишком долго тоже играть не нужно в эту игру. Но все под настроением. И пятый вариант – это мы находим с вами в тексте несуществующие слова. То есть здесь уже нам с вами потребуется определенная подготовка. Мы берем с вами текст. Можно, например, для ориентира взять любимую сказку ребенка или тот текст школьный, который там уже проходили, например, литературное чтение, и дальше включить в этот текст несколько несуществующих слов. Сколько-несколько. Ну, в зависимости от объема, обычно это 5-10 слов, которые ребенок должен найти. То есть там разные, может быть, слова, например, там какие-нибудь овцыщук какой-нибудь, еще что-нибудь. Можно просто пыры с отылы, что-то такое в этом стиле. И дальше тоже можно групповую работу осуществить, чтобы дети быстренько ввели, нашли. И вот кто первый нашел, тот и молодец. Помогаем остальным. Вот таким вот образом. И все, получается, игры, наши вот эти словесные, они помогают ребенку лучше читать. Конечно, здесь я привела такие игры, которые подходят больше для начальной школы. Но вот повторюсь, что сейчас именно в аналитике чтения мы реализовали часть для начальной школы. Но надеюсь, что в будущем у нас получится и организовать методическую сторону и для средней школы. Сейчас мы с вами еще перейдем к одному разделу и рассмотрим варианты, что нужно, чтобы ребенок лучше, собственно, понимал текст. То есть я здесь тоже подобрала для вас такие вот пять упражнений. Давайте на них посмотрим. Первое упражнение – это мы разбиваем с вами текст на части и отвечаем на вопрос «Что произошло?». Ну, то есть каким образом? Перед чтением взрослый разбирает текст. Там такие небольшие смысловые части. Они могут стоять там, например, с трех-четырех предложений. После прочтения вот каждой такой небольшой части ребенок должен четко ответить на вопрос «Что произошло в тексте?». Расскажи, пожалуйста. Почему это работает? Потому что когда мы с вами делим на небольшие кусочки, ребенку проще ориентироваться. Не то, чтобы сразу проглотить текст, который взрослому, да, может казаться пустяком, но для ребенка, особенно с начальным уровнем чтения и понимания, конечно, это может быть целая задача, такая большая. Поэтому здесь мы именно делим на такие части. Дальше. Второй вариант, что можно предложить. это заняться рисованием. Мы с вами рисуем иллюстрации. Предлагаем ребенку нарисовать картинки по тому, что он прочитал по сказкам, по истории и так далее. Можно по стихам, например, тоже нарисовать. И здесь тоже должна быть небольшая предварительная работа. Почему? Потому что взрослый разделяет текст на смысловые части таким образом, чтобы их можно было проиллюстрировать. Иногда педагоги делают такое, помогают ребенку сделать такой небольшой комикс, когда делится на несколько частей, таких вертикальных окошечек, можно горизонтально, как больше нравится, и, соответственно, дальше их вот таким вот образом соединять. Или получается как мультик, как раскадровка. То есть здесь можно уже по-разному подойти к этому заданию. Третий вариант. Что можно сделать еще? Можно поиграть в любимейшую игру всех времен народов. Это учитель-ученик. Только здесь взрослый, конечно же, становится учеником, у которого проверяют, как он понял текст. А ребенок – это наш учитель. Значит, что говорит наш с вами учитель-ребенок? Он задает вопросы для проверки. Соответственно, мы с ним читаем текст. Ребенок придумывает вопросы. Только нужно договориться, что, например, Настя, ты сейчас должна придумать, пожалуйста, придумай там 3, 4, 5 вопросов, а я буду отвечать. И таким образом ребенок тоже стимулируем для того, чтобы он понял этот текст, сам прочитал и сделал соответствующие выводы вопроса. Дальше. Четвертый вариант. Что можно еще придумать? Угадать, о чем читал ребенок. Это вообще тоже любимая многими игра. Я, в принципе, и перед этим слайд, и этот слайд подготовила только самые интересные, самые классные игры. Что здесь нужно делать? Мы с вами читаем текст. Ребенок пишет короткий пересказ. Короткий – это из пяти предложений. Дальше. Сами предложения должны состоять не более чем из пяти слов, и имена главных героев в этих предложениях не указываются. То есть такая вот хитрость. А дальше вы, как взрослые, должны будете догадаться по тому, что написал ребенок, что это за история, там, рассказ, сказка, ну и так далее. Можно договориться о том, сколько вопросов дается взрослому на угадайку. Например, там, не знаю, три вопроса – это предел. Если взрослый не угадал, значит, все, ребенок выиграл. И последнее, пятое упражнение – это играем в угадывание героя. То есть ребенок загадывает героя прочитанные книги. Но я думаю, что здесь все понятно. Многие в эту игру играли. Взрослый задает вопросы, на которые можно отвечать, да или нет. Некоторое время назад было очень популярно приложение «Игра» соответствующего назначения. Но это можно сделать гораздо интереснее, когда это делают живые люди. То есть ребенок и взрослый. Таким образом, до нет, мы с вами угадываем, что это может быть за герой. Но здесь на слайде вы посмотрите определенные примеры. Сейчас на них останавливаться не буду. Итак, мы с вами посмотрели на те варианты, которые можно предложить ребенку и для улучшения техники чтения, и для улучшения понимания. Я вам рассказала вкратце о системе «Аналитик чтения». Веб-сайт у вас есть тоже. Горячо вас призываю к тому, чтобы вы попробовали, посмотрели, покрутили сами, закачивали тексты, попользовались теми, что есть. И если у вас, соответственно, есть какие-то вопросы, да, может быть, предложения, вы хотели бы присоединиться к этому проекту, но, повторюсь, что пока он абсолютно бесплатен, присоединяйтесь. Если вы хотите, чтобы конкретно для ваших педагогов, вашей школе или вашем комплексе был подготовлен вебинар, чтобы мы поговорили именно с педагогами, обсудили, как можно, ну, про варианты работы, то, пожалуйста, можно написать мне на почту infosobakarychidron.ru. Буду очень рада. Напомню, что меня зовут Ольга Алексеева, и, соответственно, можем с вами связаться. Друзья, я, коллеги, я уложилась в 30 минут как раз для того, чтобы у нас с вами была возможность пообщаться, может быть, ответить на ваши вопросы сейчас. Если вопросы есть, пожалуйста, мне их задайте. Если нет, тогда можно будет написать мне на почту, и уже в рабочем порядке можем с вами списаться, встретиться на просторах интернета и уже дальше работать совместно. Напишите, пожалуйста, как, в принципе, для вас эта система заинтересовала или не заинтересовала. Я буду рада в чате сейчас услышать ваше мнение. Вот, еще, да, еще хотела сказать, что у нас... Так, а вот спрашивает Елена Сергеевна про журнал «Чтение детям». Расскажите. Елена Сергеевна, да, я могу рассказать, конечно, журнал «Чтение детям». Это электронный журнал, который занимается тем, что основная его сейчас деятельность заключается в организации мероприятий, направленных на популяризацию развития детского подросткового чтения, да, на русском языке. Конференции у нас большие, масштабные, и они посвящены самым разным вопросам около... Ну, то есть у нас тема одна, понятно, детского подросткового чтения, но дальше у нас есть, например, специфика. Вот, предположим, у нас в ноябре вместе как раз с нашими партнерами из Директ Медиа, которые нас сегодня пригласили в гости, рассказать об этой системе, мы устраивали совместно мероприятие, которое называется онлайн-конференция «Внеклассное чтение». И понятно из названия, что на этой конференции мы говорили о вопросах, о проблемах, да, дискутировали, что такое внеклассное чтение, каким оно, может быть, должно быть, как в рамках этой конференции мы также говорили о проблемах, очень много подросткового чтения, что как сделать так, чтобы подросток там рассчитался, потому что мы все знаем, что с 1 по 4 класс, ну, наверное, не такая большая проблема, что ребенок не читает, в основном все-таки дети читают, но потом в силу естественных причин, скажем так, есть период возрастной, когда дети очень мало читают. И дальше наша задача, да, вот как сделать так, что все-таки подросток читал. Здесь же на этой конференции мы обсуждали, например, вопрос электронного чтения, потому что, ну, про электронное чтение, в принципе, можно говорить тоже очень много и много дискутировать, но факты остаются фактом, электронное чтение в нашей жизни есть. Оно и в жизни взрослого человека, и в жизни ребенка. И когда многие специалисты говорят, знаете, дети сейчас вообще не читают, вот вы знаете, я никогда не соглашаюсь, потому что наши дети читают, но вопрос, что они читают, да, они читают очень много информации на сайтах, в соцсетях, это же тоже чтение, вот, это, конечно, не Пушкин, не школьная программа, там, не еще что-то, но они читают, поэтому как эту энергию направить в мирное русло, да, что нам нужно как педагогам и родителям, это уже второй вопрос. Так, сейчас я иду дальше. Значит, пишет Валентин, мой внук левша, короткие слова он начинает читать справа налево, как ему помогать лучше читать? Валентин, спасибо большое за вопрос, здесь только, ну, одна рекомендация – читать, да, то есть здесь в любом случае количество, как раз тот вариант, когда количество перерастает в качество. Читать, читать и читать. Можно читать и рисовать, да, то есть читать и прописывать дальше чтение, ну, то есть именно с, ну, условно в правильном направлении, то есть именно помогать графически, помогать иллюстрации. Вот мы с вами говорили про иллюстрации, да, а можно еще рисовать линии направлений при чтении, это тоже очень помогает. Так, Елена Сергеевна, ну, точнее, это журнал для руководителей детского чтения. Елена Сергеевна, знаете, он для всех, то есть он и для родителей, он и для педагогов этот журнал, и для библиотекарей, потому что мы сотрудничаем с библиотеками России, детскими, юношескими, школьными библиотеками. Вот, поэтому приходите на наши конференции, они абсолютно бесплатны. Вот, заходите на наш сайт, у нас много тематических подборок, да, именно книжных. Например, сегодня отмечается день Эйфелева башни, и в связи с этим наша редакция подготовила, ну, буквально небольшую подборочку из пяти книг про, связанных каким-то образом с Францией, да, то есть так как мы журнал про детство, мы читаем в подборке как раз книги для детей, которые будут, например, интересны. Поэтому заходите, посмотрите, вот так что-то, все будет очень интересно. Еще, знаете, хотела сказать по поводу детского чтения, но раз мы начали говорить про разные такие интересные вещи, у нас в скором времени, в скором времени это, сейчас скажу, в июне, в начале июня состоится честная большая конференция, которая будет посвящена краеведению, да, то есть, но краеведению не в смысле как деятельности, да, а именно литературному краеведению, потому что очень велик запрос от педагогов, от родителей, от библиотекарей, вот как сделать так, чтобы ребенка заинтересовать историей родного края, да, малой родины, как? С одной стороны, это такой же вопрос, знаете, ну что же, опять краеведение, как же нам его популяризировать? Поэтому мы решились взяться за эту тему, вот как раз сегодня, вам первым, кстати говоря, анонсирую это мероприятие, и на этой конференции можно будет не только послушать доклады, да, но также и принять участие, например, опубликовать статью, да, из-за тем, которая будет размещена в интересном интерактивном сборнике, мы будем сотрудничать с одной из библиотек в Санкт-Петербурге, в общем-то, много всяких активностей, подписывайтесь на нас, приходите в наши соцсети и там все расскажем, вот. Так что планы есть, жизнь продолжается, и наша основная задача, напомню, это популяризация детского подросткового чтения, и мы очень надеемся, что с помощью таких программных средств, как аналитик чтения, все-таки мы к этому придем. И нужно еще отметить, что электронное чтение, да, про которое я уже упоминала, мы от него, понимаете, никуда не денемся, но вы прекрасно знаете, что при электронном чтении есть определенная специфика. Когда ученые замеряют, да, есть замеры, как читает ребенок бумажную книгу, ну, не только ребенок-человек, как мы читаем бумажную книгу, как мы читаем электронный текст, это немножко разные вещи. Поэтому окунуться именно вот в электронное чтение тоже нужно, окунаться. Мы от этого, ну, повторюсь, никуда не уйдем. Поэтому тоже вот аналитик чтения нас готовит к такому плавному переходу, когда можно будет читать текст и с распечатанного, да, естественно, носителя, так и из электронного носителя. Да, вот, уже пишут, что очень хочется воспользоваться. Я очень рада, потому что сейчас как раз мы сотрудничаем активно с разработчиками, да, и собираем все-все отзывы от тех, кто пользуется. Например, там нам подсказывают, что можно еще как-то докрутить. Может быть, что-то было, чтобы удобнее пользователям, педагогам, да, или родителям. Мы это все учитываем, передаем разработчикам, и они нам помогают сделать эту систему еще более интересной и полезной именно для нас с вами, как для пользователей. Так что да. Ну что ж, коллеги, большое вам спасибо за внимание. Если вопросов сейчас, вот сию секунду нет, мы уже будем с вами заканчивать. Да, пишите, пожалуйста, на почту. Будем всем рады. Ну и, конечно, приходите на наши мероприятия.